доброе утро проснулись а тут завалило снегом еще больше чем первый раз вообще все и мы планировали сегодня поехать райцентр ну кое-какие покупки надо поделать еще и поехали теперь опять пока дорогу не прочистят а я сейчас начну чистить здесь опять дорожки вот завалило видите сколько и за дровами и тоже надо идти камин растапливать ну благо электричество уже есть не выключается кондиционер включили теплый пол в комнате 25 отлично но каминчик тоже надо растопить так что сейчас прочищу вот это все дело дорожки птички вон там видите как кормушечки полюбили но правда там тоже снегом засыпала на они из-под снега достают сейчас надо будет почистить и подсыпать им туда опять корма и тут такой птичий базар и там на 2 кормушки тоже у них тоже завтрак сейчас не вид а вот сегодня обливаться не будет а он босиком по снегу решила пройтись а поваляться в снегу и солнышко нету да но вот так долго не бегай по снегу так берем все хватит ноги замерзнут берем дом грейся сейчас прочищу дорожку до дров и камин растопим вот решил еще почистить на крыше снег вообще-то я бы не чистил это дополнительное утепление дома сверху вот видите какой слой очень хорошая как говорится пуховое одеяло но буду чистить потому как я уже почти сделал кабель для обогрева водостоков еще покажу вот и так как мне надо будет его ставить тут проводку тоже прокладывать поэтому почищу и сверху тоже водостоки тоже сверху придется почистить снег ну а поставлю дальше чистить не буду если не навалит метр снега будет утепление дома сейчас все это дело тут на 15 минут работы ну и там еще минут на 10 ну вот и все прошло буквально минут 15 думаю даже не больше и крыша чистая сейчас наверх полезу почистил я эту крышу только снег опять пустился и довольно неплохой если и так будет дальше идти завтра будет тоже самое вот так ну все равно меньше же будет чем если бы я не убирал но я что убирал вот для чего чтоб не добраться что водостоков и вот они видите они не замерзшие тут еще нормально внизу там чуть-чуть намерзли сосульки еще покажу перед самым выходом а так вроде как бы нормально и там тоже ну все дальше пошел проверять свой кабель обогревательный покажу буду уже сюда его прокладывать внес дрова на вечер чтобы они немножко подсохли а то так как они там снегу ну пленкой накрыта но нормально жновеса еще нету вот я немножко влажные но нормально утром протопили вот уже угольки там кирпичик туда положили еще подставку естественно не сварил и витта приготовила нам десертик вот есть яблочки они так не очень вкусные почему-то вот на сковородке с сахаром запеченные вообще а пахнут как но сейчас чуть-чуть остынут будем кушать а я вот занимаюсь что вам говорил про водкой это будет обогревающий кабель для водостоков значит я посмотрел по обогревающий кабель которые предлагают есть предлагаются обычных теплых полов использовать но он очень дорогой и терморегулятор же естественно туда надо ставить там и так далее есть и подешевле кабель но там тоже нужен преобразователь который тоже стоит довольно хорошие деньги а у меня 5 даже 6 водостоков 3 на первом этаже вот зала вот пристройки два длинных это уже 5 и 1 водосток который ниша возле окна но еще покажу там выход на крышу со спальни и там с ниши тоже есть водосток потому что там будет с крыши вода туда не не течет но то что просто на сверху накапает туда и снег попадает же естественно он в другую сторону на эту сторону выходит и вот какой я делаю обогревающий кабель значит ну как говорится есть такие примеры я уже потом почитал использование обычного кабеля в качестве обогревателя вот есть есть и на форумах там обсуждают но это в принципе все естественно значит что использую все у меня будет соединено в единую систему все эти обогрева водостоков и соединены кабелем значит я их соединяю кабелем два с половиной квадрата это а вы в этом какой-то он в общем хорошая очень изоляция не боится ни влаги можно и в воду в землю и на улице вот так само как я делал на наружу проводку тоже и много у меня где и переноски у меня сделаны удлинители тоже с такого кабеля уже в несколько лет как говорится служат таскаешь я как угодно и нигде никаких повреждений не трескается не изоляция ничего очень хороший кабель значит вот кабель основной идет два с половиной квадрата и дальше я подсоединяю туда через соединители через термоусадку и потом еще сверху изолентой вот у меня соединяются вот такие отростки отростки с такого же кабеля такая же все изоляция двойная изоляция везде и на конце закоротка тоже через такой же соединитель за изолирована как видим и это толщина его 0 5 квадрат и получается в итоге весь этот кабель будет как бы закорочен полностью все эти отростки которые идут они включены последовательно я пересчитал кто электрики или электронщик немножко понимает пересчитал сопротивление вот этих всех последовательных участков вот и какое надо подавать напряжение чтобы пошел нужный ток и выделилась необходимая мощность для обогрева и на каждом участ на каждом метре вот этого участка будет выделяться примерно 10 ватт тепла кабель будет греться хоть он и медный но он более тонкий имеет сопротивление и греться будет вот этот вот этот практически не будет греться так как он пять раз толще по сечению вот значит по поводу еще термоизоляции вот этого кабеля значит эта изоляция выдерживает свыше 100 градусов но у него до 70 градусов рабочая температура а у меня эти водостоки будут прогреваться ну градусов до 10 не больше зачем же мне топить улицу 20 градусов что ли мимо возможно и 5 градусов достаточно главное чтоб они не замерзали то есть там поддерживалась плюсовая температура вот и все так что изоляция выдерживает элементарно я сейчас до соединю еще у меня уже эти пять отростков вот таких соединений сюда полностью еще остался присоединить один тот который будет на с этой стороны водосток потому что я говорил ниша возле окна на втором этаже и буду проверять подключу посмотрим нагрев этого дела всего ну я же говорю что дом нагреваться довольно слабо 10 ватт на погонный метр длины вот этого кабеля посмотрим проконтролируем естественно поставится автомат еще на этот кабель пересчитаю какой же ток надо и экспериментально тоже проверю подавать чтобы была необходимая мощность и потом еще автоматик поставится вдруг где то чтобы если коротнула автомат естественно выбиться именно уже автомат на выходе на вот этот провод ну вот чем и занимаемся так что еще покажу сейчас присоединю надо померять там еще потому что тут уже все по размерам сделано и ешь проложить там по парапету надо будет по заводить и завестишь в дом в доме будет источник питания ну вот так пока смотрите канал трепанация вот значит как я соединяю это греющий как раз отросток конец его закорачивается скручивается и еще соединителем вот я обжимаю вот теперь на этот соединитель естественно мы наденем термоусадочку еще и под и потом еще сверху я заматываю полностью изолентой вот вот Продолжение следует... Вот такой получился закороченный кончик. И здесь получается 2-3 слоя, считай, изоляции. Значит, первое это термоусадка и еще 2 слоя изоленты. Но особо переживать можно не переживать. Такое низкое напряжение, даже если оно будет и в воде не изолированное, это не 220, не фаза 0, тут там нет ни фазы, ничего. Это безопасное напряжение, ничего, как говорится, сильно не может произойти. И утечек тоже, такое низкое напряжение, даже через воду, очень небольшие будут утечки. Ну вот так, вот эти все отростки у меня вот такие. Все в сборе, замерил я сопротивление этого всего. У меня получилось где-то 2,2 или 2,3, ну вот так, скачет. То есть примерно 2,2 Ома. Вот, значит, теперь я пересчитал. Нагревающего вот этого кабеля, который будет, у меня общей длины 25 метров. То есть, чтобы иметь мощность 10 Вт примерно на 1 метр, вот, значит, 250 Вт мне сюда надо подавать. Значит, при таком сопротивлении провода, вот я пересчитал, у меня получается 24 Вольта сюда подавать. При этом напряжении ток будет 10,5 А. Для этого кабеля это, в принципе, вполне нормально, потому что основной у меня, там он выдерживает 10 А, это на 2,2 кВт, а тут 2,5 квадрата. Без вопросов. Ну, а этот будет уже работать же не по стандартной схеме. Надо, чтобы он немножко грелся. Но он тоже все выдерживает. То есть, все классно получается. Отличное напряжение стандартное 24 Вольта и 10 А. 10,6 А. Так что предохранитель сюда поставим на 16 А. Ну, а на входе, само собой. Так что сейчас еще проверим. 24 Вольта подключим. Проверим, как оно будет. У меня, кстати, аккумуляторы есть 2. Вот, последовательно соединим. Будет 24 Вольта. И четко все проверим. Еще и ток померяем уже конкретно. Потому что по расчетам должен быть 10,5. Ну, закону маневрят. Проверено неоднократно. Так что другого и быть не может. Все. Сейчас подключу. И буду уже лезть, наверное, затягивать туда. Там некоторые стоки снизу уже немножко поподмерзали. Даже не немножко, а наполовину. Но дырка как бы есть. Протянуть можно будет. Только надо будет стальку протягивать, чтобы затянуть эти кабеля. Так что вот так. Смотрите канал Трепанация. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Колокольчик не забудьте. Удачи всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok